ну вот у нас все находки помыты и теперь сделаем обзорчик того что нам удалось найти за этот выезд начинаем как всегда традиционно шмур дьячков тут у нас какой-то алюминиевый ободок это будет цвет мед у нас другие элементы бронзы и меди непонятного назначения большинству если старое более современно здесь все в куче дальше дальше идем это у нас тоже не знали сейчас браслета было или что такое бомж бронзовый попалась еще вот такая штучка интересная типа как монеты но загнутая пополам но это предполагаю что это у нас из свинца материал дальше вот такая штучка непонятная была найдена сейчас видите тут есть буковки через звездочку чего это непонятно что это было за изделие цельная вот такую вот вещь нашел не знаю может кто встречал подскажет что это такое материал вроде бы свинец по форме напоминает пулю но что-то это так слабо верю что свинцовые такие пули были кто встречал или знает разбирается в этом вопросе подсказывайте дальше попалась вот такого прясла очевидение обсохла керамика важно такое целенькая попалась красивенькая прясла довольно увесистая это у нас по черняховской культуре дальше вот такой вот я не знаю что это за клинышек колышек он здесь видно что обломано вроде как такое изделие интересное тоже вроде бы на черняховском поле было найдено может плух какой-то обломок в общем не разобрался я что это такое такая вот какая-то крышечка интересная с дырочками с отверстиями вверху и защелка была что-то этот колпачок закрывал это скорее все по царям потом вот такое у нас изделицы точнее его остаток то ли колечко то ли кто-то просто зажимчик на конце кожи был следующий у нас это советская пуговка эти сзади она была железная железо все прогнила и высыпалась осталась только латунная верхушка такая вот пуговка обыкновенная такая прикольная махенькая пуговочка смотрите с двумя дырочками старенькая бронзовая манипунькая дальше вот такая вот была найдена чешуя это я так понимаю скорее всего на кожаную броню нашивки шли такой чешуей дальше тут я думал что это у нас перстенек попался по видите как бы от щиток остался и по краям остатки кольца но нет это оказывается крестик него поломала и края вот загнула в одну кучу вот крестика есть еще такой вершочек или низочек не знаю или блок вообще короче такой элемент крестика в общем крестик ушатанной дальше попалась фибула такая застежка но к сожалению видите здесь вторая половина отвалилась ведь это так была бы неплохая фибулка вот еще одна у нас фибула тоже с иголочкой но трактор немножко ее подмял тоже поломал с утратами дальше у нас вот такая спинка фибулы еще одна и вторая спиночка таких у нас четыре фибулки попалась потом сережка я думаю что она бронзовая с посеребрением но но все-таки оказалось серебряная даже застежечку вот это сверху сохранилась и она ведь еще даже подвижного сохранщики серега крестик вот такой вот с ушком он как-то так сильно подокислился я не могу разобрать что там и да к чему надо получше будут почистить заняться и тогда мы поймем что за крестик такой нам попался потом такая вот маленькая печаточка перстенечек тут вырезаны какие-то то ли рисунки то ли иероглифы не знаю опять же кто разбирается подскажите что за чудо такое махенькая дальше значки такой значок у нас военный уже подгулявший подокисленный но по крайней мере с застежкой застежка осталась и из самое классно на этом копия то у нас вот такая вот медаль царских времен написано на ней что же там за успехи танец за усмирение польского мятежа за усмирение польского мятежа 1863 1864 года и здесь вот у нас видите орелик с щиточками на крыльях как бы он есть на немножко сверху окислы но это все счищает собирается медалька в принципе в отличном сохране по монеткам это у нас вот копеечки тридцать шестой ходик тридцать девятый и тут какой-то непонятный год монетка сильно подушатанная потом две монетки ходячки это у нас 10 копеек и 5 копеек видите с четырнадцатого года точнее с тринадцатого года начали сделать железные и вот что с ними происходит земле железными монетами умирают другие лежат тысячелетиями эти уже за 10 лет умерли это у нас советик щитовичок 15 копеек 1934 год пойдет в коллекцию пока почистить еще чуть надо будет дальше динарик у нас попался или он точнее не динарик сказать называется как же они там назывались не сестерцы но в общем будем называть динарик медным или бронзовым рисунок тут есть но он тоже подокислен надо его почистить тогда аккуратненько умыльный раствор брошу может что-то из него и будет конечно вот эта дырочка к сожалению ценность монеты очень сильно снижает что уж попалось то попалось дальше по царям царские монетки это у нас это у нас что это у нас деньга это у нас деньга правда рельефчик такой слабенький 1744 год одна деньга вторая деньга 1751 год она такая пободрее уже будет хороший сохран имеет это у нас одна копейка 1924 года медная советская вот это я так понимаю что-то из серии 2 копейки николая 2 но к сожалению ей уже все похоже кранты просто жетончик слизанный и это у нас капуста 2 копейки тоже эти сильные окислы на ней ее надо чистить под окислами вроде рельеф какой-то есть но окислы сильно накипели на монетке вроде бы все он показал рассказал по этому выходу что попалось из интересного так что выход довольно неплохой получился медалька зачетно неплохой динаричек как-то так все спасибо всем за внимание всего хорошего